Всем привет! Я сегодня хочу, друзья, немного отстраниться от своей главной темы, которую я начала, о моей поездке по Венеции. Эта тема у нас ещё будет продолжена. Я не хочу испытывать ваше терпение, поэтому, вы знаете, давайте мы немного о другом поговорим. Ну и в частности, я хочу вам рассказать, наверное, поподробнее о том, о чём вы, вероятно, тоже слышали об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которая состоялась 7 июля 2022 года. Он находился на посту премьер-министра 2 года и 349 дней. Почему же Борис Джонсон ушёл с поста премьер-министра? Вы знаете, говорят, что основное, если говорить коротко, то Джонсона погубили, скандалы его окружения, его собственная неспособность не справиться с ними, не найти объяснение, убедительное для общественности и способное защитить его собственную репутацию. Так вот, именно о скандалах, о характере Бориса Джонсона я и хочу сегодня вам немножко рассказать. Те, кто не интересуется политикой вообще, не спешите закрывать это видео, потому что я нашла для вас, вы знаете, очень интересные, пикантные подробности жизни Бориса Джонсона. Скорее всего, что вы о них даже и не знали. Ну вот, например, сколько раз был женат Борис Джонсон, сколько у него детей. Или, например, почему Борис Джонсон в своё время изучал русский язык. И ещё интересная деталь, у Бориса Джонсона есть не одно гражданство, а целых два. Кстати, хочу сразу пояснить, что это видео, которое я сейчас вам покажу, оно было снято в мае 2020 года и оно как-то прошло незамеченным на моём канале. По-моему, даже как-то незаслуженно незамеченным оно прошло, это видео. А сейчас самое время, в связи с тем, что произошла громкая отставка Бориса Джонсона, нам узнать поподробнее о нём. Итак, друзья, усаживайтесь поудобнее и давайте посмотрим. Хочу вам рассказать. Это то, что 29 апреля этого года у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которому в настоящий момент 55 лет, родился внебрачный сын. Это его шестой ребёнок. Борис Джонсон находился 27 лет в официальном браке с Мариной Уиллер. Они ровесники с Мариной Уиллер. И вот они родили четверых детей. Хотя, как поговаривают, что они уже с 2018 года не живут совместно. Хотя свой развод Борис Джонсон официально не оформил, но говорят, что когда он стал премьер-министром в 2019 году, он перевёз на Даунинг-стрит 10 в свои апартаменты премьер-министра свою новую пассию, 32-летнюю Кэрри Симмонс, которая сейчас станет первой леди Великобритании. И тут, как шутят английские журналисты, «Подвинься, Меган Маркл», потому что считают эту Кэрри Симмонс очень амбициозной и очень скандальной девушкой. Хотя, наверное, надо сказать тут, что они с Борисом нашли друг друга, потому что и Борис Джонсон считается тоже таким амбициозным британским политиком. И говорят, что с тех пор, как Кэрри Симмонс переехала в конце июля 2019 года на Даунинг-стрит 10, она стала первой партнёршей премьер-министра Великобритании, не находящейся с ним в официальном браке, за последние 250 лет. Ну и сейчас, после рождения сына, Борис Джонсон в срочном порядке оформляет развод со своей второй женой. И они уже объявили, что они официально помолвлены, и скоро состоится их свадьба. Это будет уже третий официальный брак любвеобильного Бориса Джонсона. Первой его женой была Аллегра Мостин-Оуэн, наследница миллионера-землевладельца, девушка из аристократической семьи. И она питала большие амбиции в отношении студента университета Бориса Джонсона. Но он не оправдал её надежд, и поэтому через 6 лет, к сожалению, их брак распался. Но Борис Джонсон недолго горевал. И буквально через 12 дней после развода он женился второй раз. Его второй женой стала Марина Уиллер, которую я вам показывала уже. Она была любовницей Бориса, когда он был ещё женат. И они быстро сыграли свадьбу. Но наш любвеобильный шалунишка Борис Джонсон и в браке позволял себе очень многое. У него было любовниц не перечесть. Опять же, многочисленные романы продолжались в течение всей их совместной жизни. Несмотря на то, что они родили четверых детей, всё равно Борис Джонсон продолжал свои похождения. И говорят, что у него на стороне тоже есть целая уйма незаконорожденных детей. Поговаривают, что их брак давно трещал по швам, и что Марина несколько раз выгоняла Бориса Джонсона. Но, тем не менее, наличие детей всё-таки оставляло этот брак на плаву. И, в конце концов, этот брак закончился через 26 лет совместной жизни. Они уже, говорят, сейчас официально развелись совсем недавно, уже после рождения шестого сына у Бориса. Так вот, ни Марина, ни Борис не раскрыли истинных причин своего расставания. Они лишь только официально, сухо заявили. Несколько месяцев назад, после 25 лет брака, мы приняли обоюдное решение, что в наших интересах будет расстаться. Впоследствии мы пришли к соглашению и решили развестись. Процесс развода уже запущен, но мы продолжаем поддерживать наши отношения, потому что у нас всё же четверо совместных детей. Говорят, что, несмотря ни на что, Борис Джонсон очень любит своих детей и даже написал книгу, как он боготворит и обожает своих детей. Ну, надо отдать ему должное. Здесь он, конечно, молодец. Я хотела вам найти и показать детей Бориса Джонсона, четверых его детей от второго брака. Но, к сожалению, вы знаете, я не смогла найти ни одной фотографии совместной его семьи, либо по отдельности его детей. Мне найти и вам показать не удалось, к сожалению. Вообще, о премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне ходит множество слухов. Кто-то называет его полным придурком, кто-то называет его лжецом, но, тем не менее, Борис Джонсон смог построить свою прекрасную политическую карьеру. Как вы знаете, он был мэром Лондона поначалу, а потом в 2019 году был избран на пост премьер-министра. Ну и также можно найти очень много метких высказываний Бориса Джонсона. Я даже не знаю, как тут их комментировать, я просто вам их прочитаю. Вот что сказал Борис Джонсон по поводу Хиллари Клинтон. Он назвал ее медсестра в психушке ни много ни мало. Представляете, да? Ну а Бараку Обаму он постоянно пенял на то, то, что он выходец из отсталой страны Кении. А вот с президентом Дональдом Трампом Борис Джонсон нашел общий язык очень быстро. И вы знаете, если вы посмотрите в интернете, вы можете найти множество фотографий, где показывают, как похожи Дональд Трамп и Борис Джонсон. И даже ходят упорные слухи о том, что Борис Джонсон и Дональд Трамп возможно даже дальние родственники. Ну и вы знаете, этому наверное есть причины так думать, потому что Борис Джонсон это коренной американец и он родился в самом сердце США в городе Нью-Йорке. У Бориса Джонсона два гражданства и два паспорта британский и американский. Ну а еще очень часто Борис Джонсон подчеркивал, что он русофил и что ему очень нравится русский язык. Он даже какое-то время пытался русский язык изучать, но наверное в этом он не очень преуспел. И такая любовь к России и ко всему русскому тоже наверное легко объясняется, потому что говорят, что прабабкой по материнской линии Бориса Джонсона была дочка черкесского князя. Вообще у Бориса Джонсона помимо русских корней есть также и турецкие корни. Говорят, что прадед Бориса Джонсона со стороны отца турецкий журналист Али Кемаль был министром внутренних дел в правительстве последнего великого визера Османской империи Ахмеда Окдая. Прадедом по матери числился известный полиограф родившийся в одном из еврейских поселений Российской империи. Также среди предков Джонсона есть король Георг Второй и даже швейцарская мумия. В Базеле в 1975 году при реставрации одной из церквей обнаружили мумифицированные останки его прабабки в седьмом колене баронессы Анны Тарины Бишов, которая умерла в 1787 году. И после этого журналисты прозвали Бориса Джонсона родственником мумии. Вот такой премьер-министр в Великобритании с 2019 года на посту. Его очень любят британские журналисты, потому что он им дает очень много материала интересного, своих любовных похождений, своих высказываний странных и вообще своего интересного поведения. Ну, а я думаю, что мы с вами будем дальше следить за карьерой и жизнью Бориса Джонсона. мумии. мумия. Продолжение следует...